ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После аварии водитель, 53-летний мужчина, был доставлен в Ханчешскую районную больницу для оказания медицинской помощи. Полиция начала расследование для установления всех обстоятельств ДТП. Авария произошла вчера вечером на трассе населенного пункта Леушены Ханчешского района. Полицию вызвали очевидцы. Сказочная атмосфера накануне Рождества. Сегодня с утра идет снег, и по прогнозам метеорологов, снегопады ожидаются и в ближайшие дни. По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни в некоторых регионах ожидается морозная погода. Снегопады пройдут в основном на севере, где температура будет колебаться от нуля до минус 10 ночью и до плюс 4 градусов днем. В центральной части страны снег ожидается в воскресенье и в следующий четверг. На дорогах страны, в частности, в Бричанском, Единицком и Олтницком районах трассы обрабатываются противогололедным материалом. Чтобы предотвратить образование льда на дорогах столицы, в ночное время было задействовано 14 единиц спецтехники и использовано более 53 тонн соли, а также 27 тонн смеси песка и соли. В премарии сообщили, что рабочие будут весь день при необходимости обрабатывать дороги реагентами. Природный газ дешевеет. Национальное агентство по регулированию в энергетике утвердило новый тариф в 11 леев, что на 8 банов меньше, чем было. Таким образом, без налога на добавленную стоимость, с 1 января конечные потребители будут платить 10 леев 19 банов за кубометр газа. Решение принято сегодня на заседании Наре. Стоимость теплоэнергии в столице также сократится на 5%. Напомним, в ноябре она подорожала почти на 60%. Сейчас гигакалория будет стоить на 83 лея меньше, то есть 1680 леев без НДС по сравнению с 1772, как было установлено ранее. Новые тарифы вступят в силу 1 января нового года. Тогда же конечные потребители услуг термоэлектрика начнут платить за электроэнергию 2 лея 33 бана за 1 кВт-час, что будет на 5 банов меньше. 9 ноября Наре утвердила тариф на газ для бытовых потребителей в размере 10 леев 26 банов за кубометр без НДС, действующий в ноябре и декабре. С налогом на добавленную стоимость это составляло 11 леев 8 банов. До изменения тариф был 4 лея 30 банов. Сегодня канун Рождества для христиан, которые отмечают праздник по новому стилю. В церквях проводятся богослужения, а люди ждут в своих домах каледующих. С утра и до полуночи во многих населенных пунктах дети ходят с рождественскими калятками, а поздно ночью приходит Дед Мороз, который кладет подарки под елку. В некоторых селах люди собирают с односельчан все, что они одолжили, чтобы встретить праздники со всем необходимым в хозяйстве. По традиции в этот день женщины кладут в воду, в которой они умываются грецкий орех, чтобы иметь такое же крепкое здоровье и монеты на богатство. По другим обычаям, накануне Рождества не пьют алкогольных напитков, потому что это приносит несчастье в дом. Тем, кто хочет узнать, насколько здоровы они будут в наступающем 2022 году, необходимо разрезать яблоко. Если его серединка будет красивой, то никаких проблем в следующем году не будет. Рождество начали отмечать 25 декабря, в 4 веке на Западе и 5 на Востоке. В преддверии новогодних праздников со всех концов мира наши соотечественники возвращаются домой. Едут с подарками в предвкушении встречи с родными. Почему наши земляки живут за границей, хотят ли вернуться домой и какие у них планы на новогодние торжества, расскажем в нашем следующем сюжете. Кишиневский аэропорт, предпраздничные дни, особенно многолюден. Это наши соотечественники спешат домой, чтобы увидеть родных, насладиться домашней кухней и почувствовать дух новогодних праздников. Типичная картина. Семья из Илоевен в полном составе встречает папу, который уехал на заработки в Европу. Жена Вячеслава говорит, что давно бы переехала к мужу, но дети уезжать из Молдовы не хотят. Словам Анны, семей, в которых мужчины работают за границей, в их селе большинство. Мы ради детей, мы не уезжаем. Муж работает, бедный за всех. Ситуация сама говорит о том, что все, как говорится, добровольно, принудительно уезжают из страны. Если не помощь за границей, мы реально фактически здесь не выжимаем. Я даже не знаю, как вообще. Как пенсионеры выживают просто. Очень много. Практически все. Поуезжали практически все. Лилия из Кагула работает в Бельгии уже больше 20 лет. Говорит, из-за пандемии не было дома 2,5 года. Эмоции. Мама все-таки. Есть к кому приезжать. Ты готовы вернуться домой? Не знаю. Если что-то изменится в политике, может быть. В Молдавии нам что-то детям нашим предоставят лучшее, а то может быть. Есть и те, кто наоборот на праздники покидает страну. Елена из Бендер летит с сыном в Москву. Я еду в гости к детям. Я уже на пенсии. Обучились, устроились. Там работа нормальная, стабильная. Так что возвращаться сюда смысла нет. Я давно здесь не был из-за всей этой ситуации. Меня три года не было. А так хотелось бы чаще. Дома всегда интереснее праздновать и приятнее. С близкими, с родственниками. Быть вместе. Собраться все вместе. Ассоциируется с семьей, с каким-то чудом. Ежедневно в Кишинев прилетают десятки рейсов из России, Украины, Белоруссии и стран Европы. Напомним, с 27 декабря вступают в силу новые правила пересечения границы. Все, кто приезжает в Молдову из государств, находящихся в красной зоне, должны предъявить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Тестирование обязательно для всех. И для невакцинированных, и для привитых. Список стран красной зоны составит Министерство здравоохранения и с 24 декабря будет его обновлять каждые семь дней. Сказочные сцены в детской муниципальной клинической больнице номер один, где маленьким пациентам устроили необычный спектакль. Дед Мороз прилетел к ним на летающих санях с подарками и игрушками, которые подарил прямо в полете, естественно, соблюдая все санитарные правила. Сюрприз удался. Ребятишки были довольны. А врачи надеются, что такое душевное лечение поможет маленьким пациентам, и они скорее вернутся домой. Идея с Дедом Морозом, который прилетает на летающих санях и постучал к ребятишкам в окна, принадлежит одному из производителей развивающих игр из села Флорены Новоанянского района. Сани были изготовлены в мастерской и там же украшены подсветкой. Транспорт Деда Мороза поднялся до третьего этажа больницы с помощью подъемного устройства. Как только маленькие пациенты это увидели, закричали от радости. В этом году мы решили повторить традицию, с помощью которой мы пишем новую сказку, чтобы передать малышам всю нашу любовь. Игорь Хынку и есть тот человек, который исполнил роль Деда Мороза. Именно ему пришла в голову идея доставить детям подарки прямо в окна, чтобы соблюсти правила пандемии. Как мы заряжаем батарейки, так мы заряжаем себя вдохновением и смелостью. Я бы полетел и до десятого этажа со своим Рудольфом. В их глазах я увидел столько радости, сколько не видел на протяжении всего года. У нас действительно прекрасная команда. Это четыре бабушки, которые помогли нам подготовить подарки для более чем ста ребятишек. Мы хотим подарить это счастье всем детям. Руководство больницы оценило этот жест и надеется, что такое душевное лечение поможет лечению врачей, чтобы во время новогодних праздников Дед Мороз застал ребятишек уже дома. Принимая во внимание эпидемиологическую обстановку в стране, для того, чтобы не заходили в каждую палату, в каждое отделение, организовали такие рождественские сани, которые увидели все дети. Я думаю, что они никогда не видели Деда Мороза, который бы появлялся именно так. Сейчас в детской муниципальной клинической больнице номер один проходит лечение около ста маленьких пациентов. Продолжаем выпуск. В результате страшной аварии трое детей остались без матери. 33-летняя женщина из села Ханесений Нойлевского района упала с телеги и скончалась на месте. Эта трагедия произошла несколько лет назад и коренным образом изменила жизнь членов семьи. А год назад с ними случилась еще одна беда. Их дом сгорел дотла. Как удается преодолевать им жизненные трудности, расскажем в пятницу в 18.30 в новом выпуске передачи «Уамин Пентру Аминь» на нашем телеканале. Страшная авария произошла в 2017 году. В роковой день женщина вместе со своим гражданским мужем и одним из сыновей отправились в район на рынок за покупками. Они ехали на телеге, запряженной лошадью. В какой-то момент грузовая машина попыталась их обогнать, но маневр закончился трагедией. Мимо проехал грузовик на высокой скорости. Лошадь испугалась. Мы хотели остановиться, а ехать медленнее. Но в этот момент с лошади слетела сбруя. Как упала на том месте и скончалась. У погибшей остались два сына-близнеца от предыдущего брака и дочка от Федора. После случившегося мальчики уехали жить к бабушке и дедушке, а девочка осталась с отцом. Год назад дом, в котором жили Федор и его дочь, сгорел дотла. Когда вошел в дом, там бушевал огонь. Сгорели и дверь, и окна. Потолок обрушился. Как отцу удается справляться с трудностями, мы расскажем в новом выпуске передачи «Уаминь-Пентруаминь». А на прошлой неделе героиней программы была женщина с психическими особенностями села Рыске-Цейной Штефанводского района, которой команда «Уаминь-Пентруаминь» оказала помощь. Несколько месяцев назад ее жестоко избили родственники. Вот здесь меня били, вот здесь. Избили меня сильно, за волосы схватили. Я кричала, плакала. Тронутая история и женщина, наша съемочная группа преподнесла ей в подарок телевизор и набор кастрюль, о которых она давно мечтала. Я так рада, что вы мне оказали такую помощь. Никогда не думала, что мне кто-то купит что-то подобное. Благодаря проекту «Уаминь-Пентруаминь» мечта любого героя может стать реальностью. Далее новости за рубежа. Два человека погибли в пятницу в результате пожара в отделении интенсивной терапии для пациентов с COVID-19 в инфекционной больнице Астрахани, Россия. Это две женщины 42 и 70 лет, которые находились в реанимации. По данным МЧС, пожар начался сегодня утром и был быстро ликвидирован. После возгорания здание было эвакуировано 46 человек, пациентов и медицинского персонала. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание в аппарате искусственной вентиляции легких, который используется для лечения тяжело больных пациентов. Это далеко не первый подобный инцидент со смертельным исходом в российских COVID-госпиталях с начала пандемии. В августе во Владикавказе погибли 9 пациентов из-за прорыва кислородной трубы. В июне в результате пожара в реанимационном отделении больницы в Рязани из-за отравления угарным газом погибли 3 человека. А в мае прошлого года в пожарах в больницах Москвы и Санкт-Петербурга погибло 7 человек. Это все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. В студии была Олеся Кайряк. Подробнее об этих и других событиях расскажем в последующих выпусках программы. Не пропустите. Время новостей в 21.00 на телеканале ТВ6 и в 10 вечера на Архии ТВ. Спасибо, что были с нами и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова